Аида Керемкулова Уровень физической подготовки – любитель спорта. Цель участия – научиться правильно бегать. Айсулут Ашбекова, банковский служащий. Рост 177 см. Уровень физической подготовки – любитель спорта. Цель участия – улучшить общую физическую подготовку. Султан Толомушев, юрист. Рост 183 см. Уровень физической подготовки – продвинутый. Занимался айкидо и баскетболом. Цель участия – испытать силу воли и побеждать в тушо-тоях. Итак, друзья, всем привет. Рад приветствовать вас на второй тренировке. Как вам известно, по плану у нас идут две тренировки с тренером и четыре домашних задания. Мы столкнулись с первыми трудностями. Айсулу при выполнении домашнего задания потянула ногу, поэтому она пропустит сегодняшнюю тренировку. Но у ней будет своя отдельная индивидуальная тренировка, в которой она наверстает все упущенное. Ребята, привет. Мне, к сожалению, сегодня придется пропустить тренировку. Пытаясь самостоятельно тренироваться, я потянула ногу. Но я активно лечусь и надеюсь, на следующей тренировке уже к вам присоединится. Вам легкой ноги и хорошей тренировки. Так что не переживайте. Сегодня тема нашей тренировки, так скажем, это специальные беговые упражнения. Сокращенно мы их называем СБУ. СБУ нам нужны для того, чтобы построить нашу технику, технику нашего бега. Но более подробно обо всем этом и покажет наш супертренер Лев Хорошко. Сейчас мы с вами перейдем на эту сторону. Я буду вам объяснять и показывать упражнения. Хорошо? Пойдемте вставайте сюда и на меня смотрим внимательно. Сегодня с вами разберем основные 3-4 упражнения, которые помогут нам закачать нашу стопу. Стопу я вам говорил, да, то, что стопа – это наше основное орудие, да, скажем так, в беге. И объясню, какое упражнение, что вам еще дополнительно дает, кроме закачки нашей стопы. Первое упражнение – высокое поднимание бедра. Бедро поднимаем 90 градусов, пятку выводим чуть-чуть вперед, то есть не под ягодицы, а вперед. Руки работают как при беге. Выполняем все на передней части стопы и корпус чуть-чуть наклонен вперед, то есть он не отклоняется назад, наклонен немножко вперед. И вот таким образом мы выполняем. Хорошо? Отлично! Получилось хорошо. Следующее упражнение у нас – захлест голени. Тоже упражнение, в принципе, из школы, но упражнение очень хорошее. Корпус наш наклонен вперед, руки также работают как при беге. Выполняем все на передней части стопы. Пятка не обязательно должна доставать до ягодиц, то есть мы ее свободно выносим назад. Следующее упражнение у нас называется либо «Буратино», либо «Бег на прямых ногах». Ноги у нас прямые, выключены в коленке. Приземляемся на переднюю часть стопы. Здесь корпус мы можем отвести назад. Это упражнение нам показывает и рассказывает, как мы должны приземляться во время бега. Таким образом мы выполняем данное упражнение. Каждым днем мы становимся с вами немножко сильнее и сильнее. И сегодня мы с вами пробежимся 5 кругов без остановок. Круг один у нас 400 метров, если мы бежим по кромке нашего стадиона. Получается 2 километра. Сегодня у вас будет такое задание. Ну, даже если тренера сегодня нам сказали, что мы пробежим 2 километра, вначале это было страшно, смогу ли я пробежать эти 2 километра. Но потом после я сделала это, я пробежала. Мне в этот раз было намного легче бежать. Легкие уже никак в прошлый раз давали, уже нормально. Мы в этот период делали какие-то упражнения. Мне кажется, это помогло. И бегать на свежем воздухе – это очень круто. Особенно погода с каждым днем все лучше и лучше. Так что это добавляет немножко, наверное, настроения, когда ты бежишь. Итак, друзья, сегодняшняя наша вторая тренировка подошла к концу. Все сегодня прошло очень хорошо. Мы познакомились со специальными беговыми упражнениями. Вы сегодня пробежали 5 кругов, что составило 2 километра. Аида, мне очень сегодня понравилось, как ты бежишь. На прошлой тренировке ты бежала и немножко была задумчива. То ли тебе было тяжело, то ли ты была немножко неуверенна. Но сегодня ты бежала уже поувереннее. Мне понравилось, как ты держалась на стадионе. Следующие тренировки у нас будут немножечко другие задания. Но не переживайте, все будет хорошо. Осталось совсем немного, и мы дойдем до нашей цели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!